Вопрос викторины касается наших земляков, ученых. Крупнейший ученый XX века, академик Николай Николаевич Семенов, родился в Саратове. Вот это известный факт. Ему первым из советских ученых в 1956 году была присуждена Нобелевская премия. Вопрос. По какому предмету была присуждена Нобелевская премия? Физика, химия, физиология? Прошу ответить в чате. А пока передам слово Наталье. Здравствуйте. Всем большое спасибо, что откликнулись на вот такую нашу инициативу. Мы, собственно, впервые проводим Дни открытых дверей. Тем более, я думаю, что и ВУЗ тоже делает это впервые в таком формате. Поэтому для нас очень важно будет видеть ваше мнение, слышать ваши комментарии. И поскольку, скорее всего, до конца этого года мы продолжим работу вот в таком онлайн-режиме. В частности, у госкорпорации «Росатом» осенью проходят Дни карьеры. И нам было бы интересно, понимая обратную связь от вас, что важного, интересного вы для себя подчеркнули, и что нужно, чтобы еще прозвучало на таких встречах. Сейчас я сделаю совсем короткую презентацию. Надеюсь, что вас не утомлю. Итак, сейчас госкорпорация «Росатом» — это не только атомная станция. Это 25 городов присутствия, 350 предприятий. У нас среди новых бизнесов освоение Арктики, ядерная медицина, машиностроение. И вот то направление, которое представляем сейчас здесь мы, — это реализация нацпроекта «Экология». Собственно, здесь вы можете видеть, что выпускники ВУЗа всегда востребованы на предприятиях «Росатома». И вот наши коллеги посчитали, что ежегодно полторы тысячи выпускников трудоустраиваются на предприятиях госкорпорации. Что касается национального проекта «Экология». Мы вошли в реализацию национального проекта только в прошлом году. Для нас возложены два больших федеральных проекта. Прежде всего, это федеральный проект, который занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами первого и второго класса. Надо понимать, что прежде всего речь идет о создании системы учета и контроля на территории всей России. То есть это информационная система, которая требует программного обеспечения, четкой работы логистики. Делается совместно с Росприроднадзором и компаниями, которые занимаются программным обеспечением. Вторая часть связана непосредственно с созданием инфраструктуры. И немножечко это ближе к вам, потому что в Саратовской области будет происходить перепрофилирование завода для переработки и обезвреживания отходов первого и второго класса. И там требуются экологи, технологи, самые разные специалисты. И вторая часть — это федеральный проект «Чистая страна». В рамках него отдельными постановлениями правительства нам поручается ликвидация объектов накопленного вреда. В частности, сейчас мы занимаемся рекультивацией Челябинской городской свалки. И вот приступили к планам как раз по рекультивации полигона «Красный бор» в Ленинградской области. Итак, новая отрасль ждет инженеров, технологов, химиков, экологов, логистов, программистов. И для того, чтобы делать и готовить этих специалистов скоординированно, сообща, мы уже сейчас создаем консорциум передовые экотехнологии, в которые вошли Российский химико-технологический институт, Вятский государственный университет, Удмуртский государственный университет и Саратовский государственный технологический университет. Благодаря этому нас получилось пригласить сегодня специалистов университета и помочь вам рассказать о том, какие кафедры и специальности уже сейчас есть в университете. И еще хочу, пользуясь случаем, пригласить вас уже в этот четверг на онлайн-показ, предпоказ фильма «Промышленная эволюция», который, собственно, рассказывает о том, что мы планируем делать, в том числе и в Саратовской области. В фильме будут представлены небольшие интервью с именно жителями поселка Михайловский. По QR-коду можно зайти прямо на саму трансляцию, а так на сайте «МайАтом» есть, собственно, программа всего фестиваля. Вот, если посмотреть еще на этот QR-код, то можно зайти на сайт госкорпорации «Росатом» и посмотреть именно о том, что мы делаем в рамках нацпроекта «Экология». Буду очень рада, если какие-то вопросы прозвучат, потому что так всегда легче, ну, отвечать и понимать, что вам интересно. Спасибо большое. Наталья, спасибо большое. Для слушателей вы уже анонсировали фестиваль, кстати, который пройдет у нас в четверг, 28 мая. Будут различные для всех возрастов программы, для школьников, для взрослых, для студентов различные игры. Просим всех присоединяться, посетить онлайн наши мероприятия. В том числе посмотреть первыми фильм, который анонсировала Наталья. Я посмотрела ответы. Самый первый правильный ответ дала Анна Водянова. После эфира мы с ней свяжемся и расскажем, как забрать приз. Сейчас я задаю второй вопрос викторины и передам слово Елене Тихонировой. Итак, второй вопрос. Как известно, знаменитый ученый, новатор, селекционер и географ Николай Вавилов побывал в 180 экспедициях по всему миру. Жизнь Вавилова также связана с Саратовом. Вопрос. Какая наука, по мнению Вавилова, была способна осуществить его мечту, ликвидировать нехватку продовольствия в мире? Селекционирование, генетика или агрономия? Жду ваши правильные ответы в чат. А теперь передаю слово Елене Тихонировой. Добрый день, дорогие ребята. Рада вас всех приветствовать на нашем Дне открытых дверей. И, конечно, после того, как вы посмотрели презентацию, какие нужны специалисты и кто востребован сейчас, конечно, не последнее место занимают экологи, но это особые экологи. Экологи, которые знают и производство, и, соответственно, какие-то новые технологии. Я хотела вам сейчас как раз показать о том, кого мы готовим на своей базе в университете. Я думаю, что эта информация будет интересна всем, кто подключился школьникам, как называется, восьмой класс плюс и дальше, а особенно выпускникам этого года, их родителям и вообще всем, кто в душе себя ощущает эко-волонтером и экологом. Соответственно, кто сегодня, кто такой сегодня эколог? Не просто надо любить природу, а надо вообще-то знать, что с ней происходит, и поэтому эколог, это прежде всего биолог, и поэтому у нас очень много дисциплин биологического плана для того, чтобы лучше познать окружающий мир. Эколог, это, безусловно, еще и химик, потому что в современном мире без анализа, что конкретно влияет, как влияет, что за химические вещества, какая у них токсичность. Вот для этого надо знать химию, и мы даем достаточно много химии и учим использовать на практике методы анализа объектов окружающей среды. Эколог современный, и тот эколог, которого мы готовим в нашем университете, это, безусловно, и технолог тоже, потому что мы даем основы основных процессов технологических в современных производствах, особенно связанных с утилизацией опасных отходов, и, безусловно, учим видеть и оценивать безопасность экологическую технологии, которые на производстве внедряют. Безусловно, современный эколог, он должен быть и математиком, и программистом. У нас есть предмет информатика, у нас есть предмет геоинформационной технологии. Мы учим не просто получать данные о состоянии окружающей среды, но и строить карты экологического состояния территорий, распространение действий загрязняющих веществ и так далее. Безусловно, современный эколог, это и частично юрист, он должен знать всю нормативную базу, и, соответственно, помимо юридической, он и экономист, он должен посчитать правильно наносимые ущербы и платежи для предприятий, которые загрязняют. И еще изюминка именно подготовки у нас, что мы даем основы таких дисциплин, которые в других вузах не читают. Это только в нашем вузе при подготовке наших экологов. Мы даем основы экологической токсикологии, иммунологии и эпидемиологии, чтобы понимать, как загрязняющие вещества влияют на здоровье человека, каким экологическим болезням это приводит, и что на производстве для этого нужно знать экологу, который приходит работать. И профиль подготовки наш, это, безусловно, прикладная экология, это промышленная экология. И вот здесь на слайде представлено, что у нас есть бакалавриат экологии природопользования с профилем экология. И тут самое главное, мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, что профильный экзамен у нас география. И с учетом нынешней ситуации, когда введены дополнительные дни для экзамена, которые вы можете сдать в августе для того, чтобы поступить на свободные места в вузе, есть возможность сдать дополнительную географию, кто об этом раньше не задумывался. А мы со своей стороны на кафедре проводим в бесплатном дистанционном режиме подготовку к ЕГЭ по географии. Если вы надумаете, мы вас ждем, звоните нам обязательно. Но хотела бы обратить ваше внимание, что у нас математика профильная. Это очень важно, мы же в техническом вузе очень много даем технических основ, поэтому и математику профильную можно тоже сдать в дополнительные дни ЕГЭ. Это у нас очная бюджетная форма, но у нас есть еще и заочная форма. Это немножко другое направление природообустройства и водопользования, но профиль природообустройства. И для тех, кто имеет среднее образование, или тех, кто решил после школы поработать, но хочет продолжить учиться, пожалуйста, можно поступить к нам на этот профиль. Бакалавриатом у нас не заканчивается. У нас очень хорошая магистратура для как наших выпускников, так и с других направлений. Это профиль экологическая безопасность, который как нельзя, кстати, сегодня нужно для новой отрасли промышленности, которая формируется в нашей стране. Но для тех, кому очень нравится научное исследование, кто решил себя посвятить науке, у нас есть и аспирантура по специальности экологии, причем и по биологическим наукам, и по химическим наукам, и по техническим, то есть в нефтехимии. Поэтому, пожалуйста, мы создадим все условия для тех, кто хочет заниматься наукой. А вообще мы преподаем экологию на всех инженерных направлениях нашего университета. Вот здесь представлено два предмета, которые мы ведем. И самое главное, что у каждого выпускника инженерных направлений в нашем ВУЗе есть такой раздел в выпускной квалификационной работе, который называется экологическая экспертиза проекта. Вот здесь кратенько хочу похвалиться, что мы являемся лучшей в регионе кафедрой по лабораторному оснащению, и у нас очень много практических занятий лабораторных, у нас и химическая лаборатория, и биологическая, у нас есть научно-образовательный центр промышленной экологии. Там наши студенты выполняют свои научные работы в рамках самостоятельной работы, в рамках выпускных работ. Но к нам еще приезжают студенты из других ВУЗов, из Чеченского государственного университета, Нефтяного Грозинского университета, и даже наши друзья из Западно-Казахстанского национно-технологического университета. А еще у нас есть большой аккредитованный центр. Что это значит? Это значит, что мы делаем анализы и исследования по заказу других организаций и выдаем им заключения, которые имеют юридическую силу, и с которым можно даже пойти, допустим, в арбитражный суд, чтобы правильно оценить выписанные штрафы там, допустим, и так далее. И вот наши ребята, особенно старший курс, имеют возможность и свои анализы в этом центре провести, и поучаствовать вот в таких интересных работах. И еще у нас есть изюминка, которой нет ни в одном другом ВУЗе. Именно на нашей базе в год экологии в 2017 году был открыт областной научно-методический центр экологического мониторинга состояния Волгоградского водохранилища. У нас большой блок исследований проводится по мониторингу водных объектов региона и зимой, и летом с участием МЧС России, поскольку мы выезжаем на маломерных судах, проводим исследования. И всем, кому это очень важно и интересно, я думаю, что найдут себя и будут задействованы в полной мере. У нас очень интересные практики. Наша кафедра имеет филиал свой в Национальном парке Хвалынский, в самом центре леса, в центре Национального парка, на Солнечной поляне, где есть виртуальный музей, есть условия для комфортного проживания и прохождения вот этой практики, которая принимает участие сотрудники Национального парка Хвалынский. Это, поверьте мне, самые незабываемые дни, и те, кому очень нравится это направление работы, они дальше в этом же филиале продолжают выполнять свои курсовые, выпускные работы и так далее. Очень интересная вторая практика, экологи-гидрологическая, она проходит у нас на базе спортивно-научного центра «Политехник». Это под Марксом, в уникальном месте, на стыке малых рек Караманов с Воложской и впадающих в Волгоградское водохранилище. Чем оно уникально? Что под действием Волгоградского каскада два раза в день меняется направление воды, и как нигде в другом месте можно как раз вот эти все наши методы мониторинга изучить, исследовать и так далее. Это незабываемые дни практики, которые студенты всегда и потом еще много лет вспоминают об этом. После третьего курса и на четвертом идут производственные практики на предприятиях. И этот спектр очень большой. У нас традиционно берут на практику и «Газпром», и «Транснефть», и «Трансгаз». То есть ребята в реальных условиях уже смотрят, как работают экологи на этих предприятиях. Очень часто к нам обращаются с просьбой дать на практику наших будущих экологов. Это и Росприроднадзор, и Ростехнадзор, и Росатомнадзор. Безусловно, наше Министерство природных ресурсов и экологии. Поэтому есть возможность пройти практику и в государственных структурах. Ну и для молодых людей, конечно, существенно, это то, что у нас есть военная кафедра, и наши экологи тоже имеют возможность пройти военную подготовку на военной кафедре. Хочу сказать, что уже третий год Министерство обороны Российской Федерации ввело должность военного эколога. И у нас в Самарской области есть целый ряд воинских частей, в структуре которых есть военный эколог. И экологи востребованы в лабораториях прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Это военные лаборатории. И у нас есть уже ребята-выпускники, которые после окончания ушли в армию как военными экологами, так и работать в этих лабораториях. Что интересно, для тех, кому очень интересна наука, у нас уже 10 лет работает студенческое научное общество Экоинноватика. Мы очень поддерживаем этих ребят, и безусловно, есть возможность поездить и на научные конференции, и на научные форумы, и на стажировки в другие вузы. И я хочу сказать, что наша команда, вот здесь как раз представлена фотография прошлого года, мы собрали практически все призовые места, и гран-при, и дипломы на биосфоруме международном в Санкт-Петербурге. И что еще у нас очень интересно, на нашей базе проходят как региональные студенческие олимпиады, так и всероссийские студенческие олимпиады. К нам съезжаются команды из всех вузов по Волжье. И это вообще тоже незабываемое событие, когда студенты могут не только показать, что они знают, порешать задачи экологические, но и показать, как они работают руками, как они могут быстро, что называется, экстемпера, поставить диагноз, что за загрязнение, где оно, рассчитать его действия и так далее. Я думаю, что вам это тоже должно быть очень интересно. Ну и еще есть интересное направление в учебе, возможность поучаствовать в научных школах молодых ученых. У нас такие школы проходят как раз и на базе нашего центра в политехнике, и такую же школу мы провели и в нашем филиале кафедры в Хвалынске, куда съезжаются все неравнодушные к экологии. Кто хочет освоить экологический мониторинг, не просто традиционный, а с использованием современных информационных методов. То есть мы учим не просто определять, что там есть в воде, а сразу это создавать базу данных и строить карты, где есть и так далее. Ну и наконец у нас в прошлом году появилась замечательная новая традиция, это проведение регионального и всероссийского научно-общественного форума «Экологический форсайт», организатором которого были как раз все наши студенты кафедры, то есть была возможность поучаствовать в этом мероприятии. Это не только формат классической экспертной сессии ученых, научной конференции, это формат круглого стола о роли молодежи в этих всех процессах, это формат лучшей экологической практики образования, где учителя со всего региона приезжали и рассказывали, как они работают со своими учениками. И это формат совершенно уникальной, замечательной конкурса экологической рекламы и видеороликов, мультзаставок и так далее. И вот такой как бы многоплановый форум мы планируем и в этом году провести при поддержке федерального экологического оператора. В прошлом году это при поддержке в ГУП «Росрау» было госкорпорации «Росатом». Мы очень признательны им, потому что действительно форум получил большой отклик. Для школьников продвинутых я хотела бы сказать, что у нас несколько сайтов кафедра ведет под руководством профессора Бобарева и с участием студентов. На этих сайтах мы выкладываем не только информацию, которую получают наши студенты, но и интересные сведения науки, видеоролики, все, кто к нам присылает на сайт, все, что связано с состоянием наших водных объектов и так далее. Очень интересные новости там бывают, и мы вас приглашаем поучаствовать, прислать свои наблюдения, видеоролики и так далее. Ну и в целом учеба в ВУЗе – это яркие, незабываемые годы. Мы будем очень рады, если вы к нам придете в университет, и даже если не на нашу кафедру, а на другую специальность. Я вас уверяю, что это будет очень яркие, насыщенные разными мероприятиями годы обучения. Вот для тех, у кого возникли вопросы, я с удовольствием в чате отвечу, и мы с удовольствием вас ждем, и сделаем все, чтобы помочь вам в этот непростой год с дополнительными экзаменами, чтобы вы имели возможность к нам поступить. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Елена Ивановна. В чат поступают вопросы, очень много, я сейчас их озвучу. Скажите, пожалуйста, какой проходной балл для поступления на кафедру экологии? Проходной балл? Ну, проходной балл в прошлых годах, безусловно, 64 балла по каждому предмету. То есть получается, что это практически больше 180 баллов. Но в этом году, вы сами видите, особая ситуация, будут учитываться результаты географии и профильной математики. Но я хочу сказать, что у нас есть целые, так сказать, возможности несколько, это повышение своих баллов. За счет чего? Ну, прежде всего я хочу показать, вот все, кто участвует в эковолонтерском движении, вот есть такая книжка, личная книжка волонтера, а эковолонтерство входит как раз в функции волонтеров. И поэтому, если вы в таких акциях участвуете, у вас есть опыт, и вы хотите на следующий год воспользоваться этим, вы можете к нам обратиться. Эти все книжки, они регистрируются в Министерстве образования, где на вас заводится личная карточка, будет отмечено, в каких мероприятиях вы участвовали. И вот во всех вузах России на сегодня даются дополнительные баллы, ну, где-то 5, где-то 3 и так далее. Но в любом случае, и в нашем вузе тоже, вы можете получить дополнительные баллы за личную книжку волонтера, а еще дополнительные баллы в нашем вузе предусмотрены для участников конференции, которые организуют и проводят наш вуз. Об этом чуть позже вот Зоя Александровна расскажет. Но от 3 до 5 баллов за дипломы первого места вы можете у нас тоже получить. Поэтому мы вас ждем с удовольствием. Вот, ну, конкретно какой будет балл, скажут чуть позже, как только все приемные комиссии определятся, как засчитывать русский язык. Потому что правила приема не меняются, а ЕГЭ по русскому языку, естественно, тоже будет. И посмотрим, как что получится. Чуть позже информация на сайте университета будет. Благодарю вас за те, кто слушал, буду отвечать в чате. Еще вопросы, наверное, все-таки их здесь сначала озвучим. Вы рассказали про проходной балл, то, что он будет, возможно, понижен. На какой предмет при поступлении смотрят первее всего? Какой является главным? Или здесь играет роль в тома балла? Профильный предмет у нас есть. Так, я могу ответить, да? Да, да, можно, можно. Да, безусловно, берется сумма баллов, но при равенстве баллов, при равенстве баллов предпочтение отдается тем, у кого больше по профилирующему предмету, по географии. Ну, вот такое правило. Спасибо. Следующий вопрос. Студенты, обучающиеся на кафедре, проходят ли стажировки за рубежом? Имеется ли такая практика? Вы знаете, я хотела бы к этому вопросу вернуться после выступления Зои Александровны. Она как раз расскажет о том, какие есть возможности, в том числе и побывать за рубежом. Договорились? Зоя Александровна об этом расскажет. Хорошо. И еще один вопрос. Есть ли возможность проявить себя с творческой стороны на кафедре экологии? С творческой стороны, конечно. У нас, во-первых, на кафедре был организован несколько лет назад экологический театр, и наши студенты с удовольствием ставили различные постановки. Правда, потом все дружно, всей командой ушли в КВН университетский. А так, конечно, у нас огромный клуб СГТУ и танцевальные ансамбли с всероссийской славой, что называется, и театрально есть возможность поучаствовать. Я считаю, что это можно целую презентацию рассказывать, поэтому приходите и не пожалеете. То есть реализовать себя можно с любой стороны, в творческой в том числе. Замечательно. Ну что, тогда мы передаем слово Зое Симоновой, но вначале я озвучу третий вопрос. На второй вопрос правильных ответов, к сожалению, не было. Мы его снимаем из количества призов, то есть мы его больше не разыгрываем. Правильный ответ был генетика. Итак, я зачитываю третий вопрос. Знаменитый изобретатель и инженер Павел Николаевич Яблочков родился в Мерсератове. Изобретенными им свечами Яблочкова был освещен Париж. Вопрос. В основу создания какого вида ламп легло его изобретение? Лампы накаливания, люминесцентные лампы или газоразрядные лампы? Правильный ответ жду в комментариях. А сейчас передаю слово Симону Высове. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые наши будущие студенты, наши абитуриенты. Рады вас видеть, слышать. И в продолжение презентации Елены Ивановны хотела бы рассказать о том, что есть у нас на кафедре. Ну, прежде всего, у нас на кафедре существует уже три или четыре года так называемая детская школа ЮНИЭКа, которая была сформирована на базе технариума СГТУ имени Гагарина. В рамках этой школы мы проводим различные исследования, проводим научные стажировки. То есть в течение ваших школьных каникул вы можете посетить нашу кафедру, поучаствовать в лекциях, практических занятиях, в лабораторных занятиях наравне с обычными студентами. Также в рамках ЮНИЭКа вы можете подготовить свой проект, который впоследствии будет представлен на различных конференциях, на мероприятиях самого-самого разнообразного уровня. В течение обучения в ЮНИЭКа вы осваиваете программу по выбору. Это может быть 64 часа программы, может быть 250 часов, то есть в зависимости от вашего выбора и вашего предпочтения. После того, как у вас будет формирован, оформлен проект, вы можете его уже предоставлять на различные мероприятия. Ну вот был сейчас вопрос, есть ли возможность поучаствовать в международных мероприятиях. Да, действительно есть. У нас на кафедре проводится всероссийская конференция, всероссийская конференция для школьников АСАН, так называемая. Я прошу прощения. Как раз у меня не запустилась презентация. Презентацию мы видим. Да, но только она не переключает слайд. Сейчас вопрос, есть ли возможность поучаствовать в международных мероприятиях. Ну вот был сейчас вопрос, есть ли возможность поучаствовать в международных мероприятиях. Дорогие участники, не выступающие, небольшая просьба выключить. Сейчас вопрос, есть ли возможность поучаствовать в международных мероприятиях. Да, вот. То есть в рамках школы ЮНИЭКа проходят различные мероприятия, которые направлены на создание вами проекта. Ну вот, в частности, на слайде вы видите одно из мероприятий, которое проходило в Национальном парке Хвалынский, и ребята участвовали вместе с студентами, анализировали состояние окружающей среды в природном парке, проводили анализ воды из родников, анализ растительности, почвенной среды и так далее. После того, как прошло мероприятие, подготовлены проекты, но проекты вы можете готовить самостоятельно и, соответственно, предоставлять их уже на Всероссийскую конференцию по экологии для школьников ОСА. Эта конференция у нас в 2020 году проходила дистанционно и была уже шестой конференцией. Но, тем не менее, лучшие доклады, лучшие выступления получают направление на международную конференцию, международную биошколу, которая проходит уже в Санкт-Петербурге. Здесь у вас также есть возможность реализовать себя, показать себя, познакомиться с такими же юными исследователями и зарекомендовать себя уже на более высоком уровне. А дальше уже организаторы международной биошколы могут пригласить вас поучаствовать в школах, которые проходят в Финляндии и школах, которые проходят в Греции. Ну, вот то, что касается финской школы, то здесь в основном акцент ставится на оценке качества также окружающей среды, на оценке качества водной среды. Что касается школы в Греции, то здесь в основном направленность идет на зеленые технологии или green technology. Зеленые проекты, зеленая экономика сюда тоже будет относиться. То есть получается, что являясь участником наших мероприятий, ну и не только наших, но зарекомендовав себя, вы можете получить приглашение на международные какие-то мероприятия, на международные научные конференции. Ну, вот самый такой яркий пример, когда наш студент Алина Девцева поучаствовала в международной конференции по добровольчеству и социальным инновациям в Женеве ООН и получила одобрение со стороны руководства, со стороны присутствующих. То есть ее авторский проект был направлен на создание экологических троп на базе природно охраняемых территорий Саратовской области. Этот проект получил очень высокую оценку. На следующий год буквально и вместе с Алиной параллельно также в этой конференции принимали участие ученики 4, 5, 9 классов гимназии номер 2, лицея номер 4 города Саратов. Они принимали участие в международном конкурсе «Тетрадка дружбы. Объединение детей планеты Земля» и были удостоены звания молодежных амбассадоров ООН. Тоже, соответственно, их работа была оценена очень-очень высоко и достойно. Это то, что касается международного участия. Когда вы поступаете к нам на кафедру, поступаете в наш университет, вы можете, соответственно, заниматься волонтерской деятельностью. С 2015 года на нашей кафедре существует студенческий эко-волонтерский отряд из ГТУ. Входят в него не только студенты нашей кафедры, но также студенты других направлений нашего университета. Волонтеры, экологические волонтеры принимают участие в самых разнообразных мероприятиях. Это как мероприятия, связанные с очисткой берегов нашей любимой Волги. Такие мероприятия, как «Волги. Чистые берега», «Чистый берег. Чистая вода». Родники России принимают участие во всероссийских экологических субботниках. Например, субботник, который проводится фондом Вернадского «Зеленая весна». То есть это все акции, в которых наши студенты принимают непосредственное участие. И также мы принимаем участие в различных просветительских мероприятиях экологических. Пример яркий, наверное, это фестиваль тюльпанов, который проходил до нынешнего года ежегодно. Это различные праздники экологические. Допустим, праздник «Чистая нота» на Андреевских прудах. То есть везде наши студенты, наши волонтеры принимают самое-самое активное участие. Конечно, все эти мероприятия проходят при поддержке государственных органов власти. Но если у нас идут экологические акции, связанные с очисткой берегов, то неизбежно всегда присутствуют сотрудники ГИМС, присутствуют сотрудники МЧС. Если у нас мероприятие связано с природоохранными территориями, то всегда присутствуют представители Министерства природных ресурсов, представители Росприроднадзора. Такое вот сотрудничество дает возможность студентам, волонтерам непосредственно влиться в профессию, приобрести какие-то дополнительные профессиональные компетенции и лучше узнать, будем так говорить, потребности окружающей среды, которые возникают в результате антропогенной деятельности человека. В прошлом году наш эковолонтерский отряд получил, мы считаем, одну из наивысших наград, то есть стал победителем в номинации «Эковолонтеры рекам и озерам» всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд России». То есть такая вот награда у нас тоже существует. И, конечно же, следует отметить то, что на нашей кафедре есть программа, которая позволяет обучать общественных инспекторов-экологов. В ходе этой программы ребята осваивают азы по инспектированию различных территорий. Ребята общаются с прокурорами природоохранной прокуратуры, с инспекторами, государственными инспекторами Росприроднадзора, с инспекторами, которые есть в Министерстве природных ресурсов и экологии. Ребята также учатся составлять протоколы, знают, куда можно обратиться и что необходимо предоставить для того, чтобы пресечь какое-либо нарушение или даже уже, соответственно, не просто пресечь, а наказать виновным. По окончании обучения ребятам выдаются соответствующие удостоверения, которые можно использовать, можно показывать и говорить, что я общественный инспектор-эколог, и, соответственно, так делать нельзя, лучше сделать вот так или по-другому. Ну, вот такие вот мероприятия есть у нас на кафедре, и мы, конечно же, будем рады видеть вас, и будем рады, если вы примете участие в нашем эко-волонтерском отряде. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Зоя. У нас есть вопрос в чате, на него, правда, ответила Елена Ивановна, но я его все-таки озвучу для тех слушателей, которые не читают, например, чат. Такой вопрос. Зоя Александровна, обязательно знать язык для того, чтобы пройти практику в другой стране. Нужно ли будет защищать проект в другой стране? Конечно, язык нужно знать, проект защищать также нужно. Но другой вопрос, что обязательно с вами едет сопровождающее лицо. У нас на кафедре есть профессор, PhD in ecology and zoology, Андрей Львович Подольский, который, как правило, сопровождает студентов и помогает с освоением языка, помогает с созданием, написанием этого проекта и с выступлением за рубежом. Так язык нужен. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно связаться с преподавателем по дополнительным занятиям по подготовке к ЕГЭ по географии? Обращайтесь на нашу кафедру, и мы, соответственно, связываем вас с преподавателем. 99 85 30. Сейчас напишу в чат. Звоните, мы всегда вам ответим. Или почта ecology.sobakessstu.ru Также мы вам сейчас напишем почту. Спасибо. У нас подведены итоги третьего вопроса, викторины. Первым верно ответил Глеб. Я ему уже написала, как можно будет с нами связаться и получить приз. Сейчас мы переходим к викторине с призами от Саратовского государственного технического университета. И первый вопрос такой. Принимаете ли вы участие в качестве волонтера в каких-либо мероприятиях? Если да, то в каких? Просьба написать в чат. И я передаю слово Ковыневой Наталье для выступления. Наталья, прошу включить звук. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Очень рада вас приветствовать на данном мероприятии. И сегодня я хочу сделать презентацию нашей кафедры. Кафедры химии и химической технологии материалов Саратовского государственного технического университета имени Юрия Алексеевича Гагарина. И рассказать о направлении, которое мы реализуем. То есть химическая технология. Я думаю, многие со мной согласятся, что химия – это одна из самых важных областей естествознания и очень интересная и увлекательная наука. Именно с помощью законов химии мы можем... Они позволяют понимать нам все те процессы, которые происходят вокруг нас в окружающем мире. Сложно переоценить важность изучения химии, поскольку без нее невозможно представить ни одной современной технологии. С химией связано очень много интересных профессий. Простите, у меня презентация немножко бежит впереди меня. Итак, с химией связано много интересных профессий. Это и учитель, и преподаватель, и лаборант, аналитик. Но сегодня мы поговорим более подробно о такой профессии, как химик-технолог. В настоящее время химик-технолог – это одна из самых востребованных технологических профессий. Выпускники нашей кафедры, перед ними открываются широкие перспективы трудоустройства от предприятий косметических и фармацевтических компаний, от металлургических предприятий и до предприятий по переработке, рециклингу и утилизации промышленных и бытовых отходов. Химические технологи принимают активное участие в разработке и внедрении комплексных научно-технических программ и проектов по утилизации и переработке опасных отходов с получением вторичного сырья, а также высокотехнологической продукции. На нашей кафедре большое внимание уделяется разработке и применению наноматериалов и нанотехнологий, и также в том числе в области рециклинга и утилизации промышленных и бытовых отходов. Так, на нашей кафедре, на базе нашего института, вернее, под руководством доктора химических наук профессора Александра Вадиленовича Гороковского уже более 10 лет назад создан научно-образовательный центр нанотехнологии и наноматериалы, в состав которого входит также инжиниринговый технологический центр. Лаборатории данного центра оснащены очень современным научно-исследовательским и технологическим оборудованием, и причем хочется отметить, что на этом оборудовании работают как сотрудники кафедры, так и студенты. То есть дипломные работы студентов проводятся с применением современного оборудования, и при этом студенты сами допускаются до работы на этих приборах. На базе центра осуществляется разработка и внедрение инновационных технологий, получение функциональных материалов различного назначения, и вот как раз еще раз повторюсь, что к работам научно-исследовательским также привлекаются студенты, начиная даже уже с первого курса. Ну уж дипломы-то в любом случае все у нас экспериментальные, а по желанию, конечно же, студенты уже начиная с первого курса входят в состав рабочей группы по каким-либо проектам и работают вместе со студентами старших курсов, аспирантами, магистрантами и преподавательной кафедры. Ну и, конечно же, это дает большое преимущество нашим выпускникам при трудоустройстве, поскольку на современном рынке труда очень ценится опыт работы на современном научно-исследовательском и также технологическом оборудовании. Поэтому, если вам нравится химия, вы любите экспериментировать, то мы приглашаем вас пройти обучение по программам бакалавриата и магистратуры по направлению химической технологии. Сейчас перед вами наши контактные данные, также здесь вот не указано, но у нас есть и группа ВКонтакте, тоже можете нас найти, задавать вопросы интересующие, ну и немного информации по поводу поступления. Прием на обучение будет проводиться по результатам единого государственного экзамена по трем предметам, по русскому языку, математике, математика причем тоже профильная, и третий предмет — это химия. В 2020 году, в этом году, количество бюджетных мест по программе бакалавриата составит 15, и если уже кому-то дальше интересно, по программе магистратуры это 10 мест. Ну и в заключении хочется еще пару слов также сказать о том, что наша кафедра проводит, он очень активно работает со студентами, с школьниками. Мы ежегодно проводим Олимпиады юных химиков, возможно, кто-то даже и был у нас в стенах нашей кафедры. К сожалению, в этом году Олимпиады провести не удалось, поскольку в дистанционном формате это не очень удобно. Мы выбрали такой формат Олимпиад, что всегда у нас два тура — это экспериментальный тур и теоретический. Поэтому в этом году, к сожалению, так сложилось, что экспериментально мы собрать детей не можем провести, экспериментальный тур, но, думаю, со следующего года мы все это возобновим. Также перед нашими студентами открываются широкие перспективы участия в различного рода мероприятиях. У нас очень много студентов-активистов, волонтеров, в студоотрядах участвуют студенты, также занимаются спортом, художественной самодеятельностью. Все это тоже в нашем ВУЗе и, в частности, на кафедре у нас есть. Так что будем рады видеть вас в числе абитуриентов, в числе будущих наших студентов. Приходите. Спасибо за внимание. Наталья, спасибо. В чате есть вопрос, но можно, наверное, его всем адресовать. Учитываются ли победы в Олимпиадах, конкурсах при поступлении и прибавляются ли баллы за портфолио? Да, конечно. При поступлении учитываются, даются дополнительные баллы за участие в конференциях, но участие неуверенно. А вот если призовые места, то здесь в любом случае дополнительные баллы присуждаются вам. Кроме того, как уже сказали, за волонтерство присуждаются дополнительные баллы. Если у вас есть золотой значок ГТО, это также, если не ошибаюсь, два балла. Поэтому приходите, участвуйте в мероприятиях как нашей кафедры, так и других кафедр нашего вуза. Это даст вам еще дополнительные шансы, дополнительные возможности при поступлении. Спасибо. А еще дополнительные баллы дают спортсменам. Спортсменам везде любят. И у нас очень мощная спортивная база. И, конечно, за мастера спорта, за кандидата в мастера спорта, да даже за золотой значок и серебряный значок ГТО тоже очень хорошие баллы добавляют. Здорово. Спорт в массы. На вопрос мой о волонтерстве есть ответы в чате. Елена Ивановна, я попрошу вас ответить участникам, как можно будет забрать призы. И задаю последний, пятый вопрос нашей Викторины. А потом передам слово Андрею Соколову. Пятый вопрос. Ну, или как опрос. Сортируете ли вы мусор? Если сортируете, то как? Тоже прошу ваши ответы направлять в чат. Или задавать еще вопросы нашим спикерам, если они у вас остались. Андрей, вам слово. Микрофон включите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники Дня открытых дверей. Я сейчас презентую направление по энергетике, Институт энергетики транспортных систем. Начну с того, что энергетика в современном мире является одной из основ экономики. Она обеспечивает комфортный быт людей, дает возможность работы всем предприятиям. Ну, а о том, как ведется деятельность и как ведется подготовка кадров в Институте энергетики транспортных систем из ГТУ, я покажу сейчас в своей презентации. Основные направления подготовки по энергетике – это электроэнергетика и теплоэнергетика. В электроэнергетике два основных направления подготовки – это электроснабжение и автоматизированная электротехнологическая установка из системы. Электроснабжение направлено на то, чтобы подготовить студентов для работы в предприятиях, которые транспортируют электрическую энергию. Автоматизированные электротехнологические установки, больше нацелены именно на установки, которые используются в современных предприятиях. Продолжить обучение можно в магистратуре, электротехнологические и электротехнические комплексы и системы, которые объединяют и более полно, уже систематизированно рассматривают вопросы электроэнергетики. Теплоэнергетика состоит из трех основных профилей. Это энергообеспечение предприятий. Данное направление совмещает в себе при подготовке такого комплексного энергетика, который знаком и с теплоэнергетической системой, и с электроэнергетической системой. Промышленная теплоэнергетика. Здесь студенты получают знания о промышленных аппаратах. Это и высокотемпературные системы, и сжигание топлива, и аппараты, работающие с давлением. Профиль тепловой электрической станции настроен в основном на подготовку студентов для крупных генерирующих компаний. Но, получая образование инженера теплоэнергетика, в общем-то, они могут работать в большом количестве предприятий. Это дальше перечислено. Продолжение обучения может быть в магистратуре. Это энергетические системы и комплексы. Широкое направление. Промышленная теплоэнергетика. И более четкое, подробное рассмотрение технологий производства тепловой и электрической энергии. Значит, возможно, обучение как очное, так и заочное. Это были программы бакалавриата и магистратуры. И есть еще специалитет, который называется «Атомные станции проектирования и эксплуатации инженером». Здесь уже обучение 5,5 лет, но уже выпускают специалиста, инженера в традиционном понимании этого слова. Значит, преподаватели института ведут серьезную практическую деятельность. Это связано и с проведением различных экспертных оценок разрабатываемых решений по потреблению энергоресурсов. Это и проведение энергетических обследований и энергоаудиты с разработкой энергетических паспортов. Это проведение анализа технологических схем. Определение потребностей электрической и низкопотенциальной тепловой энергии, горячей воды, пара для собственных нужд предприятий. Это разработка энергосберегающих мероприятий. Это математическое моделирование управления технологическим оборудованием. Это предпроектная подготовка различных энергетических систем. Это выработка рекомендаций по использованию наилучших доступных энергоэффективных технологий. Такая практика позволяет нашим преподавателям быть в курсе всех последних веяний, всех интересов предприятий в области энергетики и, соответственно, готовить к этому студентов для того, чтобы они имели возможность хорошо впоследствии трудоустраиваться. В нашем ВУЗе возможна целевая подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура по договорам с предприятиями. Возможно проведение переподготовки, повышение квалификации работников различных подразделений. Возможно работа и совместное согласование тем выпускных квалификационных работ с будущими работодателями, как по бакалавриату, так и по магистратуре, аспирантуре. И, возможно, проработка различных направлений научно-исследовательской работы на базе университетов. У нас имеются для подготовки кадров хорошо оснащенные лаборатории, имеются компьютерные классы, которые оснащены всеми необходимыми пакетами программ. Это и 3D-моделирование, и экспертные программы, и офис, и математические пакеты, и пакеты, связанные с программированием. Среди лабораторий, ну, все перечислять не буду, их очень много, но это и лаборатории и технологических энергоносителей предприятия, и высокотемпературных установок, и сжигания топлива, и лаборатории электрических машин, лаборатория технической термодинамики, электрических систем и сетей и так далее. В лабораториях используются, как видите, современные оборудования. Значит, для того, чтобы качественно готовить наших выпускников, у института налажены хорошие отношения с предприятиями. Открыты филиалы кафедр в некоторых из них, такие как Саратский филиал ПАО «Т-Плюс», Саратский радиоприборный завод, агрегатный завод, МПП «Энерготехника», Саратский филиал, ИРЭ имени Котельникова, РАМ. Значит, студенты все имеют возможность прохождения практик и трудоустройства на реальных предприятиях. Значит, среди этих предприятий в основном это крупные энергогенерирующие компании, органы государственной власти, предприятия, проектно-конструкторские и прочие различные подразделения и филиалы разных предприятий. Логотипы основных приведены внизу слайда. Значит, преимущество, которое студенты имеют при подготовке в нашем ВУЗе, это то, что практики организуются на реальных предприятиях. На преддипломных практиках студенты уже возможности имеют трудоустраиваться, заключают договора, имеют возможность студенты участвовать в научных выставках, конференциях, олимпиадах, фестивалях науки. Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на осенний наш традиционный ежегодный фестиваль науки. Я надеюсь, что по окончании всех этих ограничительных мер мы все-таки его будем проводить. Студенты имеют возможность дополнительного образования, получения дополнительных сертификатов, имеют возможность самовыражения, это спортивные мероприятия, танцы, КВН. Очень хорошая у нас трудоустраиваемость. Каждую весну к нам обращаются много работодателей, мы устраиваем встречи с работодателями ежегодно, по нескольку встреч. Работодатели обращаются с просьбой нам предоставить хороших студентов для трудоустройства. Уже было сказано, что у нас есть и военная кафедра, и общежитие хорошее. Также очень большая в УЗИ имеется инфраструктура по проведению дополнительного досуга студентов. Это студенческие команды КВН, и спортивный клуб, это и лыжная школа, и автошкола, и спортивно-оздоровительный лагерь, для которой студенты едут при поддержке профсоюза с минимальной стоимостью. Это и детская компьютерная школа, и школьный технопарк. В общем, очень широкий спектр на практически любой интерес. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, жду. Андрей, спасибо большое. Да, вопросы были, но вы в течение презентации на них ответили. У нас идет трансляция в группе Цаеве Саратова и технопарк Михайловский. Нам еще там присылают вопросы. Раз эти вопросы, ответ на них вы уже отзвучили в своей презентации. Я читаю чат, и меня очень радует то, что у нас есть эко-волонтеры, которые сортируют мусор, заботятся о окружающей среде своими маленькими усилиями, поддерживают большой проект. Это очень радует. Елена Ивановна, я думаю, вы с ними свяжетесь, да, и расскажете, как можно будет получить призы. Спасибо большое за ваше выступление. Я передаю слово Наталье Хижной. У нее есть два ролика о работе федерального калорийского оператора. Я думаю, нам всем полезно будет посмотреть их. Наталья. Наталья. Я пока несколько слов скажу, что я записала всех, кто в чате писал о своей эко-волонтерской деятельности, о сортировке мусора. Вот, и в чате там есть наш телефон кафедры, поэтому звоните, а я постараюсь со всеми с вами связаться. Призы вас ждут на кафедре, ну, после коронавирусной ситуации. А может быть, что-то и почтой отправим. Хорошо, всем большое прям спасибо, столько информации интересной, полезной прозвучало. Я думаю, что дети сейчас еще продолжат задавать вопросы и разбираться в том, собственно, какие специальности существуют. А сейчас просто, ну, чтобы чуть-чуть вас отвлечь, развлечь и, в частности, рассказать коротко о федпроекте, а пока покажу ролик. Сейчас только секундочку. Автомобильные аккумуляторы. Переработаны и обезврежены. Тяжелые металлы не попадут в почву и воду. Источник, количество, транспортировка отходов станут прозрачными для государства и граждан. А переработка эффективной и оперативной. Экология касается каждого. Ну, собственно, да. Чуть-чуть отвлекла вас просто. Думаю, что можно... Супер ролик! Нам бы его тоже получить. Замечательно. Ну и еще раз напоминаю, что вот в рамках консорции мы планируем самые разные программы, самые разные для вас мероприятия проводить. Поэтому, если будет какой-то отклик, будут какие-то пожелания, чего не хватает, что нужно, пожалуйста, лучше пишите, говорите. Вот. Там уже дальше пошли вопросы по обучению, Мария. Я думаю, что лучше вам... Да, да. Что, мы ответим на вопросы, потом посмотрим еще один ролик? Наталья, как думаете? Я думаю, что мы просто закончим на последнем нашем ролике. И все, сейчас лучше пообсуждать. У нас немного времени осталось. Да, согласна. Хорошо. Вопрос. Если не поступишь на бюджетное обучение, сколько будет стоить платное? Я думаю, что этот вопрос сейчас прорабатывается всеми приемными комиссиями. И поэтому к 20 июня, к дню открытия приемных комиссий, будут какие-то уже конкретные цифры, скажем так. И в зависимости от этого... Ну, в любом случае, даже если к нам поступают на платное обучение, но студенты иметь место быть переведены, если они показывают хорошие успехи в учебе. И поэтому первое освободившееся место они имеют право занять. К сожалению, у нас отчисляются, кто на первом курсе немножко понял, что он не туда попал, и кто хочет для себя выбрать какую-то другую специальность. Поэтому места всегда появляются. И, конечно, претенденты номер один – это те, кто у нас же учатся, но на платной основе. А более подробно, я думаю, мы созвонимся с начала работы приемной комиссии и в каждом конкретном случае будем решать вопрос. Спасибо. Я правильно понимаю, приемная комиссия у нас начинает работу с 20 июля. Ну что, тогда мы подводим итоги нашей конференции. Июня. Июня. Июня, да. Ага. С 20 июня. Подведем итоги конференции. Спасибо всем большое за участие. Я напоминаю, что информационный центр по атомной энергии 28 мая проводит второй онлайн-фестиваль «Кстати» с различными мероприятиями для всех возрастных групп, в том числе с кинопоказом, премьерным, замечу, кинопоказом, фильмом от федерального экологического оператора о переработке отходов первого и второго класса. Поэтому будем очень рады, если вы подключитесь к трансляции и будете смотреть информацию на сайте мойатом.ру, а также можно в группе ВКонтакте и ЦАИ Саратова. Наталья, ну что, мы посмотрим ролик. Всем спасибо большое за участие. Ну да, во-первых, большое спасибо, что присоединились. Я еще хочу напомнить о том, что у нас в Михайловском действует и приемная, собственно говоря, федерального оператора, в которой можно также задавать вопросы и оставлять какие-то свои пожелания. И очень рассчитываем на обратную связь от вас, поскольку это мероприятие первое для нас, нам очень важно услышать обратную связь, понимать, что для вас важно. Спасибо, и сейчас включаю. Привет. Мне 26 лет. Я работаю ведущим инженером на одном из крупнейших предприятий госкорпорации «Росатом». С удовольствием расскажу, как я попал в команду настоящих профессионалов и сегодня уверенно строю свое будущее. Три года назад я заканчивал вуз по специальности ядерной физикой и технологией. Учился без строек. За годы учебы несколько раз проходил практику на различных предприятиях, а также занимался научной работой. В конце учебы передо мной стал вопрос, куда пойти работать и где начать свой карьерный путь. Я приступил к поискам работы в интернете. Зашел на сайт Центра карьеры «Росатома» и увидел информацию более чем о 100 предприятиях госкорпорации по всей стране. На сайте также публиковались вакансии для выпускников технических вузов. Оказалось, что кроме меня этот сайт ежемесячно посещает еще более 2000 человек. На карьерном портале я нашел много полезной информации, которая помогла мне в итоге сделать выбор. Я выяснил, что «Росатома» — одна из крупнейших госкорпораций России. Единственная в мире компания с технологиями полного ядерного цикла. Ведущая работа в более чем 40 странах по всему миру. «Росатом» занимает первое место в мире по количеству сооружаемых АЭС за рубежом. Компания имеет лидирующие позиции в мире по запасам и объемам добычи урана. Важно, что «Росатом» включает в себя 265 предприятий, где есть большой выбор карьерного направления. Поэтому ежегодно более чем для полутора тысяч выпускников вузов по различным техническим специальностям открывается возможность начать работу в «Росатоме». Благодаря сайту я познакомился с историями успеха таких же молодых ребят, как и я. Увидел, что в «Росатоме» я точно получу беспрерывное развитие. И у меня будет возможность работать над проектами, поддерживающими будущее атомной отрасли России. Строить с «Росатомом» свое будущее очень просто, так как молодым специалистам здесь платят достойную зарплату. Предприятие представляет большое количество социальных программ по поддержке молодых специалистов. Так, например, уже через год работы у меня появилась возможность приобретения собственного жилья. Ты тоже можешь попасть в «Росатом». Учись в одном из 188 вузов, с которыми сотрудничает госперпорация. Получай одну из 135 специальностей, востребованных на наших предприятиях. Познакомиться ближе с тем, чем живет «Росатом». Узнать о своих карьерных возможностях. Поучиться и пообщаться с будущими коллегами ты всегда можешь осенью на днях карьеры «Росатома» в крупнейшем ежегодном мероприятии. А весной участвуй в турнире «Темп» для лучших студентов и выпускников. Ведь все финалисты получают предложения о работе в «Росатоме». Дерзай! Я уже сделал свой выбор. Следующий шаг за тобой. Мы сможем быть в одной команде «Росатома». Коллеги, у меня еще такой вопрос возник. Оказывается, у нас те, кто регистрировался, не оставляли свои контакты. Если возможно, то по тому же адресу просто напишите, как с вами связаться. Те, кто участвовал в викторине и победил. Для победителей викторины я отправляла частные сообщения. То есть все номера, все имена, фамилии я записала, кто правильно ответил. Это можно будет позвонить в информационный центр по атомной энергии. И я уже объясню, как человек сможет получить свой приз. Я тоже в чате написала, что я записала. Отправила телефон кафедры. Связывайтесь, мы этот вопрос решим. Хорошо. Спасибо тогда всем огромное. Спасибо всем за участие. Спасибо огромное. Замечательный опыт. Я надеюсь, что школьникам понравилось. Мне лично очень. Ну, еще многие посмотрят в записи, потому что не у всех онлайн срабатывает. Поэтому мы будем надеяться на ваш отклик. Если будут вопросы, я вам их передам. Спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всем пока. До свидания.